Муравленковцы Мы все замечательные ребята, сильные, мужественные Мы будем очень переживать за вас Мы будем ждать вас с победой Чтобы поскорее в здравии полном вы вернулись и все будет хорошо Дай Бог помощи вам Божией Будем вас ждать, молиться за вас Да благословит вас Господь на это великое дело Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за поддержку всем, кто нас поддерживает Это очень мотивирует, я так скажу Страха нет Мы за наших Так что мы победим, Ямал, сила Сегодня наши бойцы отправляются защищать нашу родину Я желаю им здоровья, удачи, боевого духа Ребята, держитесь вместе Мы победим, ура Все будет хорошо Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В Муравленко уже несколько недель растет заболеваемость ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией Медики рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики А тем, кто еще не успел привиться, советуют сделать это как можно скорее Если летом в течение недели в поликлинике города с симптомами ОРВИ обращались около 100 горожан Сейчас эта цифра составляет 672 человека 70-80% заболевших – это дети из детских садов и школ Грипп последний раз в городе регистрировался в феврале Тогда вирус перенес 8-летний ребенок По словам медиков, сейчас самое время защититься от гриппа И повысить защитные силы организма В первую очередь рекомендуется привиться людям с ослабленным иммунитетом Которые относятся к группе риска На сегодняшний день мы располагаем такими вакцинами от гриппа Как Ультрикс, Квадри и СОВИГРИП Обе вакцины зарекомендовали себя очень с хорошей стороны Как высокоэффективные И на сегодняшний день уже более 3350 человек получили вакцинацию от гриппа Из которых 1200 – это детское население Это в основном школьники и те, кто посещает детские сады Новые коронавирусные инфекции сейчас ежедневно заболевают от 7 до 20 жителей В основном это взрослое население 83 человека сегодня находятся на амбулаторном лечении Госпитализированных нет У всех заболевших инфекция протекает в легкой форме Сейчас у пациентов редко встречается высокая температура Отдышка, боль в груди, потеря вкуса и обоняния Вкуса, что теряли раньше, такого сейчас уже нет То есть он протекает именно как ОРВИ Симптомы практически идентичны Поэтому нужно сразу обращаться в поликлинику Для того, чтобы если есть повышение температуры Берут сразу на приеме мазок И тогда уже мы смотрим, от этого отталкиваемся Сегодня в поликлинике города Привиться от гриппа и коронавирусной инфекции Можно одновременно Как и у любого препарата, у них имеются противопоказания Абсолютные и относительные Это аллергическая реакция на введение предыдущей вакцины Тяжелая реакция на введение предыдущей вакцины И аллергия на куриный белок И на содержащиеся компоненты вакцины Недавно переболевшие, перенесшие острые респираторные заболевания Хроническое обострение заболеваний Если протекало в нетяжелой форме Можно прививаться после нормализации температуры В поликлиниках города Привиться от коронавирусной инфекции Можно вакциной «Спутник Ви» Как любая вакцина, она протекает По легкой клинике течения заболеваний То есть возможно незначительное повышение температуры тела Снижение работоспособности Ломота в мышцах Головная боль На сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции Ревакцинировались более 5,5 тысяч человек Чтобы пройти вакцинацию При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС Для удобства горожан прививочный кабинет будет работать И в субботу 1 октября с 9 утра до часа дня Если брать статистику прошлых лет То пик заболеваний, скорее всего, будет в ноябре-декабре Но все это будет зависеть от того, какие меры профилактики мы с вами будем применять То есть первое – это вакцинация Чем больше мы прием, тем меньше вероятность того, что пик застанет максимальное количество заболевших Кроме вакцинации, медики советуют не пренебрегать правилами гигиены Чаще мыть руки, пользоваться антисептиками, не трогать лицо без надобности, носить защитные маски И избегать мест массового скопления людей Инна Борисова, Пётр Князев, Андрей Нагибин, Новости Муравленка 1 декабря истекает срок оплаты имущественных налогов для физических лиц Речь идет о налоге на имущество, земельном и транспортном налогах Пользователи личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы уже получили соответствующие уведомления Отмечу, на Ямале с 2021 года изменен порядок предоставления льготы по транспортному налогу для некоторых категорий налогоплательщиков Так, в многодетных семьях право на льготу имеет один из родителей на одно легковое авто без ограничения мощности Такую же льготу по транспортному налогу имеют ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий и инвалиды Пенсионеры освобождаются от уплаты транспортного налога на все транспортные средства с мощностью до 150 лошадиных сил Потерял бдительность, попал на удочку аферистов Только в сентябре доверчивые муравленковцы лишились более 2,5 миллионов рублей По фактам мошенничества сотрудники полиции возбудили 9 уголовных дел Мошенники действуют по хорошо отработанной схеме Представляются сотрудниками службы безопасности банка Сообщают человеку, что от его имени поступила заявка на кредит Скорее всего от аферистов и нужно срочно их опередить То есть самому взять заем и перевести деньги на безопасный счет Казалось бы абсурд, но люди верят Недавно житель Муравленко после такого звонка оформил кредит на 1 миллион рублей Но, к счастью, не все деньги успел перевести на счета мошенников После чего мошенник предоставил якобы документ, на который необходимо перевести 3 суммы по 300 тысяч рублей Указал три счета Житель города совершил первый перевод на сумму 300 тысяч рублей Но дальнейшие переводы ему не получились Осуществитель из-за того, что банк заблокировал его банковский счет ввиду подозрения мошенничества Нередко на уловки аферистов попадаются и пользователи онлайн-сервиса поиска попутчиков Только в сентябре мошенники дважды обманули муравленковцев Схема проста Аферисты размещают на сайте объявление о свободных местах в машине Когда пользователь откликается, мошенники просят связаться с ними через мессенджер В ходе переписки собеседник отправил ссылку для бронирования поездки Перейдя по которой, потерпевший ввел свои конфиденциальные данные банковской карты И коды безопасности, поступающие на телефон Таким образом, с его банковского счета было списано 27 тысяч рублей Во втором случае, жительница города, бронируя поездку из города Муравленко в Ноябрьск Перевела мошенникам 18 тысяч рублей Оградить себя от подобных случаев несложно Нужно лишь внимательно прочесть правила безопасности на официальном сайте онлайн-сервиса Нужно быть бдительными, пользуясь и интернет-сервисами для размещения объявлений Недавно на удочку аферистов попалась жительница Муравленко Женщина выложила объявление о продаже квартиры Покупатели пообещали внести задаток Но вместо этого похитили с ее счета 180 тысяч рублей Наша жительница предоставила свои данные по своей банковской карточке После чего пришли на номер телефона код, который она сообщила звонившим Данный код мошенникам понадобился для того, чтобы зайти в ее Сбербанк онлайн После того, как мошенники взошли в Сбербанк онлайн и получили доступ к ее счетам И с ее счетов благополучно перевели ее денежные средства на свои банковские счета Способ защиты прост, говорят специалисты Не нужно никому называть коды из СМС Это ключ к вашим деньгам Прячьте его подальше от третьих лиц Не соглашайтесь на предоплату Не переходите по ссылкам и не открывайте файлы, которые прислали незнакомцы При малейшем сомнении сбросьте звонок Посоветуйтесь с близкими Они не дадут вам совершить необдуманных поступков Татьяна Бойко, Антон Иванов, Новости Муравленко Участковый уполномоченный полиции Виктор Юрин прошел во второй тур регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый» 7 октября стартует второй этап народного онлайн-голосования Победителем будет назван сотрудник с наивысшим индексом доверия граждан Виктор Юрин служит в полиции более 10 лет В Муравленко вместе с семьей переехал всего два года назад Первый опыт работы получил во вневедомственной охране города Ейска, где работал старшим группы задержания Позже перевелся в отделение участковых уполномоченных полиции Считает эту службу одной из ключевых Служба очень подвижная, живая Ты постоянно находишься среди людей, среди своих граждан Постоянно в гуще событий Всегда можешь помочь советам С людьми общаешься постоянно Не допустишь каких-либо нарушений в семейно-бытовой сфере Постараешься как-то помочь урегулировать конфликты Участковый всегда на ногах Задач много Познакомиться с жильцами, посетить подучетных граждан И провести профилактическую работу Ей уделяется особое внимание Ведь любое преступление легче предупредить, чем бороться с его последствиями Виктор Юрин следит за порядком на четвертом административном участке Полторы тысячи человек на административном участке 4,2 Большое количество у меня жилой сектор Многоквартирные дома Хочется каждому уделить внимание Постоянно, ежедневно На ежедневной основе Обход административного участка Профилактическая работа с контингентом, с населением Граждане уже знают участкового Встречают хорошо Без злобы, без опаски Сами обращаются с какими-то либо проблемами Которые я, конечно же, стараюсь каким-то образом решить Виктор Юрин – настоящий профессионал своего дела Так о нем отзываются коллеги С первых же дней работы в Муравленко Он завоевал доверие коллектива А судя по онлайн-голосованию и доверие многих жителей города Благодаря их поддержке Виктор Юрин прошел во второй тур Регионального этапа Всероссийского конкурса Народный участковый Юрин Виктор Николаевич За истекший период 2022 года Наиболее большое количество у нас, так скажем, пресек административных пронарушений А также принял меры для установления лиц, совершивших противоправное деяние Имеет большой авторитет среди коллег А также население в веренном ему административном участке Принимает все необходимые меры профилактического характера О чем свидетельствуют его результаты работы У Виктора есть все шансы победить и во втором этапе конкурса И побороться за звание Народный участковый на всероссийском уровне Начиная с 7 октября можно проголосовать за нашего участкового на сайте УВД Ямала Татьяна Бойко, Сергей Лукович, Новости Муравленко Хозяйка операционной, так называют операционную медсестру Вовремя подать нужные инструменты и по одному взгляду понимать врача Работа не из легких Но Марина Павлова справляется с этой задачей вот уже почти 30 лет Марина Павлова в Муравленко с 1994 года Сразу же устроилась на работу в хирургическое отделение А в 1997 году в больнице сформировали единый операционный блок Тогда он находился в старом здании на территории больничного комплекса Отсюда начиналась наша операционная Вот здесь была дверь, откуда завозили пациента Пациента завозили, получается, сразу в операционную Здесь у нас было материальное Это операционная, в которой у меня начинался первый мой трудовой день операционной медицинской сестры Здесь у нас стоял операционный стол Проводились тут и лапротомии, и трепанация черепа И возможные мелкие операции Ну и операции на сердце А поток? Все, что угодно Поток у нас, ну, по-всякому было бы Было и по пять, по шесть операций в день Было и по одной операции У нас тесно, но мне операционная это нравилась Она уютная была Такая компактная Она стоит у операционного стола рядом с врачами И обязана знать все сложнейшие операционные вмешательства И обучать новых специалистов Медсестра первой приходит И часто последней уходит после операции Которая может длиться до семи часов Операционные сестры спускаются вниз в операционную Ну, у них уже не конкретно одна операция А уже по плану запланировано несколько операций И они спускаются уже в 8.30 в операционную И поднимаются, ну, где-то, наверное, в 13-14 Но это уже проведя все операции И уже проведя и уборку Операционная медсестра, как руки хирурга, должна в нужный момент операции подать необходимый инструмент А зачастую по одному только взгляду врача понимать, что им нужно Сегодня под руководством Марины Павловой трудятся 16 человек Это медицинские сестры, санитарки и костелянша Многие из них работают здесь 15, а то и 20 лет Наша работа, она затягивает нас Хоть как, это наша жизнь Я, вот даже не только я, все девочки наши Они проводят тут большую часть своей жизни И как бы, вот, и втягиваются, наверное, и нравится Справляются, молодцы, все хорошо работают Все добросовестно работают, четко Они в числе основных участников операции Подготавливают все инструменты, следят за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима И помогают хирургам спасать человеческие жизни Это профессиональный работник, ответственный Который огромную работу выполняет по организации И обеспечению в работе оперблока Конечно, она справляется превосходно с этими функциями Трое детей сложная и ответственная работа Расслабиться и отдохнуть Марина Александровна может не всегда На протяжении недели занимается получением и выдачей материалов Составлением графиков, ведением отчетности Выходные берет ночные дежурства И вместе с врачами и младшими медсестрами Оказывает экстренную помощь жителям И не мыслит своей жизни вне оперблока Инна Борисова, Виталий Сидняев, новости Муравленко Новые возможности Дети из числа коренных и малочисленных народов Севера Теперь могут попробовать себя в журналистике В Муравленко стартовали съемки нового телевизионного проекта «Ямал, дай пять» Это стало возможным благодаря грантовой поддержке «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» Как правильно и по-дикторски читать тексты Эти ребята узнают из первых уст От профессиональных журналистов, целей и радиоведущих Сейчас вместе с наставниками Дети из числа КМНС от 10 лет и старше Осваивают медиапространство Муравленко Все они участники нового телевизионного проекта Об истории, традициях и культуре родного региона «Ямал, дай пять» Просто мне стало интересно и я хочу быть такой звездой Сложнее всего мне было читать тексты Это отличный опыт попробовать себя в роли журналиста Реализация проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» Инициатива победила в грантовом конкурсе Программы социальных инвестиций «Родные города», Которую компания реализует в регионе На выделенные средства закупили все самое необходимое для съемок Софтбоксы, компьютер, планшеты, микрофоны и штатив Автор проекта Анастасия Попова уверена, что такой старт на телевидении для этих мальчишек и девчонок Уникальная возможность заявить о себе Основная задача, которая сегодня стоит перед нами Это показать участникам проекта, насколько удивителен и уникален мир телевизионной журналистики Каждый из них сможет попробовать себя в качестве журналиста или телеведущего И, возможно, когда-то, через много лет они свяжут свою жизнь с этой профессией Кроме того, что ребята изучают журналистское и дикторское мастерство, они еще обучаются работе в кадре Конечно же, под контролем операторов телевизионного проекта Два, один Сейчас главное развлечение детей – это гаджеты Все Однако в кадр все ребята попадают после основательной работы с логопедом Юлия Грохотова умело находит подход к каждому ребенку Ранее она работала в интернате и о речевых проблемах каждого из них знает не понаслышке Основная проблема, касаемая именно развития речи, это проблема двуязычия Ну, то есть, что когда они находятся со своей семьей, они говорят на родном языке В детском же саду и в школе на всех кружках требуется речь на русском языке И так как дети маленькие, и появляются вот такие проблемы К выпуску готовится пилотный выпуск «Ямал-дай-5» В эфир программа выйдет через несколько недель Информационную поддержку проекту оказывает компания «Муравленко-медиа» Алена Гафарова, Анастасия Попова, Петр Князев Новости Муравленко И это все новости на сегодня Еще больше подробностей на нашем сайте Муравленко24.ру и в социальных сетях